Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, где искать Царствие Небесное? А искать Царствие Небесное, Господь недвусмысленно сказал, Царствие Небесное внутри вас есть, по-церковнославянски, то есть внутри вас, внутри нас. Царствие Небесное, оно не где-то во времени и в пространстве, Царствие Небесное, вспоминаем, тоже слова замечательные, где сердце ваше, там и сокровище ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Что если Царствие Небесное для нас является сокровищем, то уже мы его приближаемся, и уже мы его можем стяжать, и на самом деле в момент просто физической смерти для нас будет это моментом освобождения, потому что тело-то освободится, а в душе-то Царствие Небесное уже есть, и человек просто в Царствие Небесное переходит. Святой человек, именно мы празднуем, поэтому день памяти каждого святого в день его смерти. То есть для людей грешных, увы, у которых Царствия Небесного внутри нету, им все-таки уже сложнее. Ну я бы не сказал даже им, я бы сказал нам, людям грешным, от них же первый весь масс, тоже действительно сложнее. Сложнее, потому что если Царства Небесного в душе нет, то и уже никакие радости земные жизни человека счастливее не сделают. Ни богатство, ни власть, все будет его только раздражать, все его будет только мучить. А вот Царствие Небесное, если будет в душе, то, конечно, человек уже это почувствует и сейчас. Поэтому Господь говорит заповеди блаженства и говорит уже прямо сейчас блаженны. Блаженны нищие духом, якотехи и Царство Небесное. То есть блаженны те, которые не гонятся за тем, чтобы обогатиться, причем обогатиться не только как-то физически, но и обогатиться какими-то эмоциями, впечатлениями, обогатиться за счет самоутверждения, какого-то самолюбования, обогатиться из окружающей лести. Нет, что если человек все это отринул и все-таки сосредоточился на Царстве Небесном, Царствие Небесное уже в его достоянии. Но просто Господь в конце заповеди блаженства уточняет, что радуйтесь и веселитесь сейчас, як награда ваша много на небесах. Ну то есть все-таки надо немножко дождаться, дождаться, пока мы вот этот бренный мир покинем. На самом деле все Евангелие, оно по сути представляет собой инструкцию, где искать Царствие Небесное. И Господь начинает, говорит, уподобилось Царствие Небесное, и слушатели все думают, ой, сейчас Господь будет рассказывать, ну про какие-то награды, про полочную реку, про кисельные берега, а Господь вместо этого говорит, там, сеятелю, или полю, которое заселено, или неводу и так далее. Или там десяти девам, которые несут светильники, можно каждую притчу перебирать. И каждая притча показывает нам, на самом деле, не где Царствие Небесное, а путь. Путь, как надо жить, чтобы это Царствие Небесное достигнуть, на что надо решаться, чтобы это Царствие Небесное достигнуть, и чего надо избегать, от чего надо сторониться, с чем надо быть аккуратнее, чтобы это Царствие Небесное, увы, не потерять. Вот притча о десяти девах, это как раз именно о том, как и притча о блудном сыне. Был еле и у десяти дев, у всех был, но кто-то его потерял. Было все богатство, вот это внутри, в душе блудного сына. Да, но он его потерял, и надо возвращаться его забирать. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вас действительно интересует этот вопрос, то придется вам не только посмотреть этот ролик, но и тщательно читать Евангелие, постоянно его сравнивать со своей жизнью. Для того, чтобы мы все вместе с вами в этом не расслаблялись, прочитаю коротенькую цитату из 11 главы Евангелия от Матфея. От дней же Яна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Тут, конечно, усилия надо прилагать. Поэтому, даже если мы будем искать неверное направление, Господь увидит наши усилия и пошлет нам того человека, того священника, или пошлет нам некоторую мысль, или пошлет нам какой-то стих библейский, который перевернет все в нашей жизни, и Царствие Небесное мы найдем внутри себя, а потом мы уже поймем, что мы для него предназначены всецело на Страшном суде.